Пациентка 1999 года поступила с жалобами на отсутствие движения и чувствительности в обеих ногах, на недержание мочи, на запоры, периодические головные боли и на наличие пролежней в ягодичной области и в стопах, на быструю утомляемость. Со слов пациентки считает себя больной с начала января месяца 2020 года, после перенесенного ОМЖБ, когда впервые появились общая слабость, быструю утомляемость, шаткость походки, стонливость, затрудненное мочеспускание и запоры. За медицинской помощью не обратилась. В течение месяца болезнь прогрессировала. В связи с ухудшением состояния в виде усиления выше указанных жалоб обратилась за медицинской помощью. В Сусаску центральную районную больницу. С 28 января по 12 февраля принималось стационарное лечение в реанимационном отделении и терапевтическом отделении с диагнозом полинаэропатии, нижний парапорез с нарушением функций тазовых органов. Из стационара была выписана с минимальным улучшением, сохранилась нижняя парапорез, передвигалась с помощью костылей. 3 марта 2020 года прошла консультация у нейропатолога и был выставлен диагноз интоксикация центральной нервной системы, энцефаломелополинаэропатии, инфекционно-аллергического генеза, нижний парапорез с нарушением функций тазовых органов. С 10 марта по 20 марта принималось стационарное лечение в Сусаско центральной районной больнице в терапевтическом отделении. Несмотря на нетократное стационарное лечение, болезнь прогрессировала в виде отсутствия движения в нижних конечностях. 30 марта 2020 года больная с помощью родственников обратилась в поликлинику областной клинической больницы. Прошла консультация у главного нейропатолога и был выставлен диагноз острый миелит, острый поперечный миелит грудного отдела позвоночника, нижняя парапорез, психология, нарушение функций тазовых органов и была перенаправлена в приемный покой областной клинической больницы. Учитывая тяжесть состояния больной, была госпитализирована нейрологическое отделение. Росла и развивалась соответственно возрасту, окончила школу, на данный момент является студенткой первого курса, живет в съемной квартире, где плохо отапливается, помимо этого подрабатывает посудоморчество в частных заведениях, где холодный пол и вода. Также подрабатывает продавщица мороженого в холодных заведениях, вследствие чего больная перенесла физическое переутомление и эмоциональный стресс. Помимо этого, такие заболевания, как вирусный гепатит, туберкулез, кожно-венеровские заболевания отрицают. Эпитонамис спокоен, аллергия на лекарственные препараты есть на томатоны. Есть чайная сходство? Нет. Чайная сходство? Нет. Чайная сходство. Да. Куда еще? Нет. Нет, не везу. Нет. 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 Готовым. Это рассказываю. Эти руки упадут. И впротии. А мы понесли? Хорошо. После отдыха нашел. Может посос State тогда? Вам. Такое ощущение. Нет, сомнажды. Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!